Победу одержал Вячеслав Василевский! Сегодня ты чуть не удивил не то, что многих, мы смотрели, я, Александр Загорский, и вообще все судьи смотрели на этот бой с таким восхищением. И то, как ты пошатнул Вячеслава Василевского в третьем раунде, мы были просто потрясены. Блин, это было тяжело наблюдать, потому что Славу я очень сильно уважаю. Что ты думаешь по бою? Как так получилось, что в четвертом раунде, после такого хорошего третьего раунда, ты два раза побывал в тяжелейших нокдаунах? Ты неправильно немного говоришь. Я понимаю твою работу и так далее. Ты видел, что было в третьем раунде как раз-таки? Да, я видел. Я говорю, что это была превосходная твоя работа. Даже не нокдаун, да, получается? Два раза, когда он упал на жопу. Два нокдауна. У меня один нокдаун был. Какие вопросы? Ты с судьями, то есть, не согласен? С судьями, знаете, я не буду принижать их компетенцию, но два нокдауна, ребят. Два нокдауна, не хочется ничего говорить. У меня просто дух воина. Я иду до конца, мне абсолютно не важно. Я буду в октагоне до того момента, пока меня нахер наглухо не вырубят. И я буду просто драться до Талова. Влад, я извини, что тебя перебил. На самом деле, то, что ты дрался до Талова, мы это действительно видели. И это было очень круто. И правильно ли я понимаю, давай мы поясним зрителю, который нас смотрит, то, что ты считаешь, что в третьем раунде было два нокдауна и один Александр Сидорин не засчитал. Ну, получается, что да. У меня просто вопрос к Радмиру Гавдулину. Радмир, извините, а вы где? Ленар, да, извините. А при раздельном решении подается вообще апелляция? Просто к вам вопрос. Не, реванш это понятно, я считаю. Не просто вопрос к вам. Любой спортсмен имеет право подать апелляцию и подать протест. И я думаю, что независимая коллегия судьи может это рассмотреть. Но, друзья, я думаю, что здесь очень близко пахнет еще одним боем по правилам кулачки или ММА. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые болельщики, что скажете по бою? Интересно услышать ваши овации. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, я не считаю, что я проиграл. Движемся дальше. В БелАЗ деле хочу поблагодарить всех зрителей, всех фанатов, кто сегодня пришли поддержать меня и всех остальных участников соревнований. Прем только вперед! Клуб Александр Невский лучший! Влад, я думаю, что лига и зрители тебя услышали, потому что лично я бы, так как являюсь большим фанатом Вячеслава Васильевского и твоих боев, я бы хотел увидеть ваш реванш по ММА. Давай сейчас поговорим с Славой и вернемся. Слава, Вячеслав Васильевский, победитель сегодняшнего боя! Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Слава! Молодой 25-летний парнишка сегодня чуть было не поставил такую жирную точку в ваше противостояние. И ты, как птица Феникс, в четвертом раунде мы с Сашей смотрели, Саша не даст соврать, это было что-то нечто потрясающее. Вот ваш бой, для меня он равный на самом деле, и я считаю, что здесь ничья, но это мое мнение. Но то, какой это бой был, это очень круто. Твои эмоции! Я видел, ты вот так поднимал руку, когда второй раз отправил в нокдаун, и я думал, что ты уже был близок к победе. Твои эмоции во время первого нокдауна в твою сторону и во время твоих нокдаунов. Добрый вечер, Москва! Спасибо всем, кто болел, кто пришел посмотреть это потрясающее мероприятие. Знаешь, вот, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, вот так могу тебе сказать. Поэтому рано меня списывать, мне всего 35 лет. А самое главное, что у меня появилось, это вот этот невероятный угол из этих трех человек. Али Педуриев, Юсуп Магомед Беков и мой друг Паша. Просто, ну, невероятно! Я же тренировался так, там, от случая к случаю. Слушай, извини, что я тебя перебил. Ты сказал только что им, что я же вообще не тренировался к этому бою. Я слышал краем уха и я сдал тебя. С кем ты тренировался? Ты сказал, что вообще не тренировался к этому бою, я слышал. Ну, конечно, тренировался случай к случаю. Конечно, я вот Али сказал, потому что я приходил, когда было время между съемками. Вот, и я сказал им большое спасибо, потому что они в раздевалке за час буквально сумели сделать то, что там, ну, обычно делается несколько месяцев. То есть они внушили мне, что я смогу, небольшую тактику заложили. И я просто вышел и на хосеяте, как мы любим говорить, сделал это дело. Слушай, ну, вот то потрясение в третьем раунде. Александр Сидорин, точнее Влад Белаз считает, что там было все-таки два нокдауна. Ты, как спортсмен-профессионал, можешь ли ты сейчас оценить свой третий раунд и сказать, сколько раз ты побывал в нокдауне? Да я, честно, не считал, я на такие мелочи внимания не обращаю. Один нокдаун другой, да? Нокдаун один, одним больше, одним меньше, как разница. Задача-то есть, то есть мы вышли, у нас был четкий план на бой. То, что выходят какие-то неполадки и что-то идет мимо плана, но это мои проблемы, я обязан их решать. Вот мне получилось их решить. Слава, Влад Белаз Ковалев изъявил желание подраться по... Ой, изъявил желание провести реванш. И я бы лично, не знаю, как руководители Лиги, Ленар Ганеев и Радмил Гадулин, я бы лично хотел увидеть этот бой именно по ММА. Не знаю, как вы, что мы делаем с Тердаун? Сейчас, Радмир, что мы, скажите? Ты, Слава, что скажешь? Да, любые правила, я готов выскочить по любым правилам. И, как вот говорит наш друг Саслан Асбаров, Кобра, если это будет самый дорогой бой на Урал ФС, то это будет бой по любым правилам. Вот только залетел на Урал ФС уже самый дорогой бой. Вот он, Вячеслав Васильевский, старый бизнесмен, 35-летний. Радмир Гадулин, ваше слово, наверное, какое-то. Подытожим это действие двух бойцов по поводу реванша. Друзья, уважаемые друзья, уважаемые болельщики. Лига Урал ФС в ближайшее время объявит дату реванша Васильевского и Ковалева. Вот это по-настоящему круто! Это Лига Урал ФС. Фейс-то-фейс еще надо. Я еще по традиции чуть выскочил из головы. У меня Влад выбил маленько часть мозгов. Своей любимой семье, своей супруги Танюши, которая сейчас смотрит. Таня, я тебя люблю, ты лучшая. И своим детишкам Севику и Стасику. Вы лучшие мои хищники. Люблю вас, это победа для вас. Если бы не вы, я бы так не смог. Ну и на самом деле, Влад Белас, видишь, ты подаешь, как старший. Хороший пример. Мы приветствуем семейные традиции. Давай! Конечно, своей любимой жене Олечке и недавно родившись с моей доченькой Василисей. Люблю вас! Только вперед! Семья – это сила! Ир Габдулин проведет фейс-то-фейс предстоящего реванша. Это понятно, но самое главное – это было стиль. Я считаю, что вы ответили. Нет, ты ответил, никто не спорит. Там просто… Если бы пять секунд было бы в этом раунде, в четвертом по-моему, я бы тебя добил, ну честно. И ты сам понял. А когда Капова поднимал этот Сидорин, что скажешь? Я этого не помню. Я этого не помню. Ахахахаха. Было бы в автоконе, ездим дальше. Капа же твоя, братан, была. Капа же твоя была. Да, да, да. Добрый, добрый. Добрый, добрый.